Проводник по городу Кристина Проводник по городу Кристина Проводник по городу Кристина Мария, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, как давно вы занимаетесь зумбой? Зумбы занимаюсь около 4 лет, в фитнесе я с 2012 года, что я являюсь лицензированным фитнес-инструктором. Расскажите, зумба такое интересное направление, что это? Танец? Это фитнес-программа, она основана на латиноамериканских ритмах, что может любой желающий ей заниматься вне зависимости, без каких-либо ограничений. А физически насколько это сложно? Это кардио или что? Это кардио нагрузка. У нас присутствуют и силовые элементы. Обязательно в тренировке присутствуют разминка и заминка. Здесь в любом танце у нас есть и силовые движения тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В рамках празднования Дня физкультурника проходит городской этап всероссийских соревнований по стритболу «Оранжевый мяч-2018». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы будем общаться с главным судьей соревнований по стритболу «Оранжевый мяч» Сергеем Петисовым. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, насколько популярный вид спорта баскетбола в нашем городе? Я думаю, это один из самых популярных видов спорта в нас в Биске. Который год мы привлекаем кучу команд. Как считаете, праздник День физкультурника проходит сегодня на большом стадионе, столько народа собралось? Насколько такие мероприятия важны для нашего города? Я считаю, такие соревнования будут больше проводить, соревнования какой-то день. Тем самым мы привлекаем больше денег за эти спорта, привлечем не только баскетбол, но и футбол, гири, плавание. Чем больше соревнований мы проводим, тем спорт будет развиваться в нашем городе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Валерия! Здравствуйте! Вас наградили, вы лучший игрок турнира? Да. Скажите, как долго шли к этому, раз вас наградили лучшим игроком? Ну, я просто очень долго тренируюсь, уже в течение, наверное, 10 лет. Я люблю этот вид спорта, по максимуму выкладываюсь. Да и, в принципе, любовь к любому делу, такие результаты. Скажите, как давно участвуете в таких соревнованиях, вот оранжевый мяч? Каждый год я из города Бийска, и тут каждый год проходят эти соревнования в августе, и получается, каждый год здесь нахожусь летом и участвую в соревнованиях. Каждый год ваша команда какой результат показывает? Всегда первые или бывают, уступаете? Бываем и уступаем, бываем и вторые, ну, в призерах всегда, стабильно. Молодой человек, здравствуйте, как вас зовут? Илья. Насколько сложно вот так на руках передвигаться? Очень легко, да, очень просто и легко. Там научиться за пару минут можно. А если серьезно? Ну, в принципе, за неделю, за две можно научиться уверенно стоять, а потом уже просто практиковаться, практиковаться. Я думаю, за месяц можно спокойно. А вы чем, гимнастикой какой-то раньше занимались? Нет, почему, я вот занимаюсь в тренажерных залах, и так летом на турниках, ну, сам. Я, как понимаю, вы рекордный результат показали? Нет, равный рекордному пока что. А еще попытка у вас будет? Думаю, нет, у меня спину свело просто, я поэтому и упал. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему решили посетить такой праздник? Ну, во-первых, я сама занимаюсь в спортзале, да, и прививаю любовь к спорту детям. Поэтому этот праздник – замечательная такая возможность посмотреть, собственно, чем занимаются у нас в городе, да, и приобщать их к спорту детей. Площадка, где проходит марафон по становой тяге, собрала вокруг себя рекордное количество участников. Видимо, у нас в Бийске очень много любителей железа. Какой результат сегодня показали? 100 килограмм. Сколько? 100. Ничего себе, а вы сколько весите? 62. Насколько тяжело было взять такой вес? Легко на тренировке делали. Вы сегодня с таким результатом заняли какое-то место? Нет. Подняли еще больше? Да. Сколько? 150. Ничего себе. Вот это девчонки у нас в Бийске. Настоящие силачки. Как вас зовут? Николай. Николай, а сколько вы весите? 53 900. Вчера весился. А вот эта штанга сколько? 160. Вам не тяжело было? Вы с легкостью ее подняли? Не особо, но так нормально. Вы занимаетесь пауэрлифтингом? Да. А как давно берете такой вес? С октября прошлого года получается. С 16-го. Этот вес практически ваш собственный в три раза превышает? А ваш максимум это сколько? Вот сейчас. То есть вы побили свой личный рекорд? Да, мы все летом не занимались. Сейчас это в августе единственное соревнование наше по троебору. Ну как по троебору, по основной тяге. И вот, единственное. Поздравляю вас. Спасибо огромное. Всего доброго. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему решили посетить сегодняшний праздник? Ну, детей поддерживаем, конечно. Хотят участвовать. Все их намерения стараемся воплотить в жизнь, пока можем. Вот. Медалистка, так скажем, наша. По какому это у тебя медаль? За какой спорт? По русским шашкам. А ты давно этим увлекаешься? Нет, с этого года начала. Кто себе научил играть? Мама. Мы всем желаем ребятишкам и всей молодежи, конечно, оздоровления. Вот именно такими праздниками наш город себя украшает. Прямо честно сказать. Прямо не ожидали такое торжество сегодня увидеть здесь. Ну, очень приятно. Практически на всех площадках завершились соревнования. Прошло награждение, и победители получили свои заслуженные призы. Ну, а на этой интеллектуальной площадке по русским шашкам борьба только продолжается. А моя игра с победителем останется за кадром. На сегодня наша программа заканчивается, и я с вами прощаюсь. Увидимся на следующей неделе. Смотрите программу на странице Бисского телевидения на видеохостинге YouTube. В группах «Биск мой город», в социальных сетях «Одноклассники», «Фейсбук» и «ВКонтакте». Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...